Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вашему вниманию такую конструкцию, которую я решил сделать в виде машинки самосвала. Задача у меня стояла в чем? Как бы, собственно, создать именно имитацию реального самосвала, который мог бы сбрасывать сам свой собственный груз, который находится у него внутри. Итак, ну, пока что на данный момент из тех инструментов, что здесь есть, я попытался более-менее сделать что-то похожее на кабину грузовика. Ну, насколько хорошо это получилось или нет, конечно, спорный вопрос, но главное, что работает. Итак, и еще плюс, я решил сделать лифт. Принцип работы этого лифта следующий. То есть, получается, вот здесь платформа, на него наступаем, нажмакаем, нас подняло. Хлоп, подняло еще выше. То есть, вот такой вот лифт. Здесь у меня была задумка, наверное, в следующих сериях я это реализую, но сейчас, на данный момент, как бы, пока просто вот здесь кресло, без всяких дополнительных управлений. Но в будущем это будет тоже своего рода кран, который будет грузить какие-то запчасти в кузов и производить, можно будет транспортировать этих грузов с помощью самосвала, либо других машин. Там чуть дальше стоит кран из прошлой серии. Вот. Давайте все это посмотрим, пощелкаем, как это работает. Что ж. К сожалению, надо подумать, здесь вторую кнопочку сделать. Наверное, прямо сейчас и сделаю, в принципе. Можно же так. Хлоп. А, нет, нельзя так. Все, вспомнил. Косячок. Вообще, спускаться отсюда весьма интересно. Ну, если так дотянуться до кнопочки, вообще, надо подумать над вариантом, как реализовать так, чтобы все-таки спускаться было более безопасно. Пока что это вот как-то так. Ну, в принципе, если к сидению все это прикрутить, то можно будет заранее спускать, поднимать, либо сделать это как-то так более по-другому. Ну, в общем, на данный момент задумка такая вот легенькая, простая. Сейчас вам покажу, как это, собственно, я реализовал все. Так, здесь получается вот по такому простому механизму из труб. Собственно, они и выполняют роль гидравлического лифта. Так, здесь вот маленькая конструкция. Здесь вот этих труб я сделал гораздо больше. Все они прячутся тут, вот. И, естественно, чем их больше, тем выше можно будет поднять. Ну, да ладно. Перейдем, как говорится, к нашим баранам. А точнее, к самосфалу. У этого самосфала, помимо того, что просто... Мало того, что работает кузов, он может сбрасывать то, что мы в него поместим. Так, еще и работают двери. Оба-на! Двери открылись, садимся. Закрыли. Заводим нашего зверю... Нашего зверюгу, извиняюсь. Так, на данный момент у меня в кузове есть несколько балок. Сейчас вам продемонстрирую, что это чудовище способно ездить. Не только ездить, да еще и рулить. Чем больше груз, тем сложнее, собственно, перемещаться. Поэтому нужно будет, возможно, дополнительно поставить еще парочку двигателей. Сейчас на данный момент два двигателя работают. И, как вы можете обратить внимание, очень медленно. Происходят все маневры, но... Дело в том, что если сильно поставить мощный двигатель, то он будет летать, когда пустое. Считай, если кузов пуст, машина будет просто метаться, носиться, переворачиваться. Итак, сейчас я попробую сбросить лишний груз вон туда, в яму. Конечно, придется попариться, развернуться, но я постараюсь. Так. Ага, с горочки-то скатились, сразу пошустрее пошел. Что ж, ладно. Мы подъезжаем. Потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть. Собственно, еще чуть-чуть. Груз у нас не вылетел, все хорошо. Так. Еще немного. И еще чуть-чуть. И поехали! Сбрасываем наш груз. Ай-ай-ай. Норовим упасть. Так, я не понял. А вот, поползли потихонечку, по чуть-чуть, под своим весом. Поползли. Брусья металлические. Только вот меня из-за большого веса тащит вниз. К сожалению, нельзя поставить на ручник. Это очень печально. Ну. Так, что, не долго еще сползать будет? Сколько там осталось? Так, ну вот уже выходит. Лезет. Лезет потихонечку. Так. Немножечко погазуем. Сейчас первая упадет. Все. Пошла. Так. Вторая. Отлично. А это у нас не хочет. Застряло, видимо. Ну ладно. Опускаем наш кузов. В принципе, машина стала уже гораздо легче. И сразу появилась маневренность, скорость. Что не может не радовать. Так. И, собственно, вот такая вот затея у меня была. Беда в том, что чем больше объектов на карте, тем сильнее проседает FPS. Что очень печально. Кстати, вот косяк я сейчас заметил. Вот сейчас кузов сделал немножко несимметричным. Вот здесь не хватает кубика. Ай-яй-яй. Ну ладно. Я думаю, вы меня это простите. Надеюсь. Так. Ну давай, я попробую его сбросить во время поездки. Всяк он. Во, он попался. Сейчас на горочке-то вообще, наверное, бодрячком скинется. Ну-ка. У нас угол будет гораздо выше, поэтому должен скинуться. Ай-яй-яй. Слишком большой вес. Мы назад. Покатились. Катимся назад, блин. Так, кузов. Поиграем кузовом. Все равно покатился. Что ж, нам нужно как-то попытаться все-таки. Сейчас попробую сбросить резко так. Оба-на. Все, мы его сбросили. Отлично. Так. Заеду на горку, нет? У меня не хватает мощей. Ну ладно. В общем, надо увеличить количество двигателей. Возьмите себя на заметку, если будете делать грузовики. Из-за того, что они очень тяжелые, нужно помощнее, естественно, и двигатели поставить. Что ж, на этом у меня все. Ждите новых серий. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. Оставляйте ваши советы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok